МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Непросыхающие лужи и зловонные колодцы – все это великолепие почти в каждом дворе. Власти заявляют горожанам, идут дожди, горожане требуют от властей сделать ремонт. Молочная компания «Натяже» выплатила миллион тенге за сведения об авторе ложного сообщения о сибирской язве. Распространительница аудиорассылки по WhatsApp объяснила свой поступок. Я еще раз хотела извиниться. Еще раз хотела извиниться на принести свои извинения компании «Натяже». Я немножко волнуюсь. Хотела бы, конечно, рассказать, как это все произошло. Около 7 тысяч новых рабочих мест появятся в нашем регионе. Продолжается реализация государственной программы «Новая индустриализация». Постоянные лужи во дворах и открытые зловонные колодцы. С этими проблемами ежедневно сталкиваются многие карагандинцы. Когда же власти начнут приводить дворы в порядок, выясняла Анель Шалкарбек. Городские дороги – это не только центральные улицы, но и дороги внутри дворов. Вот только про это местные власти то ли подзабыли, то ли жители мало жалуются. Везде все разбито, невозможно ни ездить, ни просто пройтись, не закатывая брюк. Это улица Кривогуза, почти центр города. Вот только состояние дворов говорит об обратном. Проблема стала уже притчей во языцах. Тамара Агаевич здесь живет 1972 года. Говорит, что настолько в плохом состоянии эти дворы не были никогда. Дорогу подняли, вся вода идет к нам. И вот ямы все выбиты, асфальт положили только так, на сырую землю, он весь распылся. Короче, асфальта у нас здесь практически нет. У нас вот земля. Тут бы нужно было покрасить, бы вот это вот, ну, немножечко. Да, вот как-то красили. Сейчас все забросили, никто сюда не приходит. Как забытое место, короче говоря. Хотя мы чуть ли не в центре города живем. Мы живем в болоте, вот в болоте, натурально в болоте. Вот от начала и до конца. Из-за воды, которая собирается в ямах, на улице стоит зловонный запах. У приезжих гостей это формирует не лучшее впечатление о городе. Наверное, как вот дожди пошли, и вот постоянно здесь вода собирается. И, соответственно, вот запах такой невозможный, на самом деле. Потому что у нас здесь мебельный магазин, и мы даже не можем двери открыть, потому что весь запах идет туда внутрь. Ну, очень неприятно. И даже люди, которые мимо проходят, смотришь, они лица закрывают там, или платками, или руками. Плохое состояние дворов волнует и жители района Голубые пруды. Главная проблема здесь – открыты канализационные люки. Батиха Толимбаева – санитарный врач на пенсии. Как человек, знающий, что такое инфекция, утверждает – ситуация опасна для детей. Там течет вода. Вся река течет, вот как видите, да? А здесь много детей. Десятиэтажный большой дом. А дети играются во дворе, и вот здесь тоже играются. Они берут песок и кладут в рот. Это вся инфекция, все это, к ним идет в желудок. И вообще мы дышим зловонием. Подвал у нас затоплен. Постоянно затоплен подвал. КСК ничего не делает. Несмотря на то, что это десятиэтажный дом с двадцатью подъездами, здесь не установлены скамейки, не оборудованы детские площадки. А ведь большую часть жителей составляют молодые семьи с маленькими детьми. Эта яма очень глубокая, там много мусора. Место есть, но здесь как-то не очень хочется играть. Потому что здесь и канализация, и вот эта яма. Боязно, если честно, упасть можно. О ремонте дорог во дворах, о проблемах, связанных с этим, и путях решения мы побеседовали с районными властями. Как оказалось, вопрос о ремонте данного участка поднимался давно. Подключение данного двора дождевыми водами и не дождевыми сейчас выясняется. То есть, проводится комиссионное обследование совместно с отделом жизнедообеспечения, а также коммунальными услугами, так и радионосу, водопотребление и водоотведение, а также теплотранили. То есть, совместно сейчас проводится данное обследование двора, и в ходе которого, по результатам которого, будет выяснено, то есть, состав воды дождевая, либо это мутовая, либо аварийная, либо наша коммунальная служба. После этого обследования уже результат у нас будет, будут приниматься меры соответствующие. Будем надеяться, что раз обещали власти, значит, сделают. Ведь если ремонт внутри дворов не сделать сейчас, то к осени ситуация только ухудшится. Анышел Корбек, Жахсалык Нуртай, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Компания «Натижи» выплатила 1 миллион тенге жителю Караганды, и он помог найти распространительницу ложного сообщения о заражении молока сибирской язвой. Виновница переполоха объяснила свой поступок и публично извинилась перед руководством молочной фабрики. А им Амрина с подробностями. Это было страшное сообщение. Это было комбат. Там и премьер-министр, там и оцепление, там и город закрыт. Там вообще это было жутко. Сегодня учредители ТО «Натиже» провели пресс-конференцию, на которой присутствовала и сама распространительница слухов. Анастасия Щелупанова объяснила, что причиной ее поступка стало чувство страха. Услышав где-то в магазине о сибирской язве в Шетском районе, она тут же вспомнила, что компания «Натиже» закупает молоко именно там. Сопоставив факты, женщина решила предостеречь своих коллег. Она записала голосовое сообщение и скинула его в рабочий чат в WhatsApp. Вышла с магазина или откуда, на эмоциях просто сказала, через 10 минут забыл, потому что потом в дальнейшем эту информацию ни с кем даже не обсуждала. Как бы сказала, предупредила своих коллег, чтобы они вели чисто плотный образ жизни, ничего не трогали, все. Вышла и даже ни с кем, с другим это не обсуждала. Женщина надеялась, что пройдет время и все затихнет. Однако ситуация вышла из-под контроля. Компания обратилась в полицию. О том, что распространителем является именно Щелупанова, в полицию сообщили ее знакомые. Свой миллион они уже забрали, заявляет руководство «Натиже». Прямые расходы в деньгах оказались в миллион четыреста восемьдесят тысяч деньги. Какого-то очень больших потерь по продажам такого нету. Морально очень сильная потеря, конечно. Морально нанесено, не скажу, что имиджу «Натиже». Нет, сотрудникам нашим. Руководство компании пояснило, что из-за распространенных слухов пострадали в первую очередь торговые представители. Они были вынуждены доказывать всем, что продукция безопасна. Тем не менее, «Натиже» не будет преследовать женщину и заберет заявление из полиции. Однако, по информации адвоката подозреваемой Дулата Макыжанова, женщина может понести реальное наказание. Айем Амрина, Жаксалак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 19-летний житель Караганды заказал убийство несовершеннолетнего, но правоохранительные органы предотвратили преступление. Расследование длилось несколько месяцев. По версии следствия, мотивом преступления стало вымогательство. 17-летний парень спровоцировал подсудимого на собственное убийство, требуя с него несуществующий долг в сто тысяч тенге. Подросток поставил подсудимого на счетчик. Вымогатель угрожал парню физической расправы, если тот не сумеет достать необходимую сумму. 19-летний Карагандинец не придумал ничего лучше, чем нанять киллера. Парень стал искать человека, который бы совершил убийство вымогателя. В этот момент в дело вмешались полицейские. Они разыграли спектакль. Роль киллера исполнял оперативник. Парня сдержали в момент показа фотографии, на которой был запечатлен убитый. Таким образом, сотрудники УБОПа смогли предотвратить возможные убийства несовершеннолетнего. 19-летнего карагандинца будут судить сразу по пяти статьям Уголовного кодекса. Около 7 тысяч новых рабочих мест появится в Карагандинской области в ближайшие годы. Такую перспективу обещают новые проекты. До конца нынешнего года в регионе заработать 10 новых предприятий. Акиму области доложили о ходе реализации программы «Новая индустриализация». Новые проекты сейчас под пристальным вниманием областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития. Чиновники оценивают их рентабельность. Нередко новые предприятия становятся банкротами, даже не успев раскрутиться. В пример специалисты приводят картину прошлых лет. Из 71 запущенного проекта заработали в полную силу всего 54. 12 промышленных комплексов не смогли набрать обороты. Причины разные. Ухудшение экономической ситуации, корректировка курса тенге, ухудшение геологических условий и так далее. С каждым из этих предприятий проведено совещание и намечен план действий. По выходу на проектную мощность подчеркнул Тулигин Игимбаев. Он поспешил отметить и хороший показатель. По словам чиновника, запущенные недавно 54 предприятия работают в полную силу. За этот год они выпустили продукции на 65 миллиардов тенге, обеспечив тем самым поступление в бюджет. Акимобласти посоветовал подчиненным реанимировать проблемные объекты и сохранить рабочие места. Глава региона отметил, что реализация проектов карты позволила создать в области производство новых видов продукции. В сфере машиностроения, фармацевтики, стройиндустрии и АПК. Также он подчеркнул, что области не хватает уникальных своих проектов, которые будут означать торговую марку карагандинского региона. Аем Амрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, впереди реклама не переключается и мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Галакси рекомендует высокопрочные окна торговой марки Галвин и противовзломную фурнитуру Фарнакс, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Замена тазобедренного сустава. В Казахстане такие сложные операции проводились только в Караганде, но с недавнего времени пройти лечение можно и в Тимиртау. В городе Металургов специалисты клиники имени Макожанова провели первую операцию. Все подробности в репортаже Адель Антаевой. На протяжении трех лет Евдокия Ивановна страдала коксартрозом. В последнее время она была ограничена в движении. Единственным спасением стало протезирование тазобедренного сустава. Она смело пошла на этот шаг, потому что знала, что здесь работают опытные врачи. Надеюсь, что при таком, как бы это, поставят операции на поток. А тем, кому требуются операции, у нас в Тимиртау очень много. Это, во-первых, приблизит очередь, сократить очередность или ждать, когда два города или наш город. На сегодняшний день эта операция является самым эффективным и востребованным методом лечения. В нашем регионе она выполняется на протяжении шести лет и сегодня выполнена в Тимиртау. Мы в дальнейшем будем развивать это направление в этом регионе. И учитывая то, что все-таки это один из многочисленных районов, и учитывая характер этого региона, заболеваемость, планируется в дальнейшем расширить именно оказание этой помощи именно в городе Тимиртау. В Тимиртауской больнице работают 32 специалиста. Большая часть операции проводилась в Караганде. Но теперь и жители Тимиртау смогут получить высококвалифицированную помощь. Операция у Евдокии Ивановны прошла успешно. Уже совсем скоро она сможет передвигаться без труда. Адальян Таева, Александр Церекидзе, 1-й Карагандинский. Полтора года и 4 миллиарда тенге во столько обошлось строительство торгово-фермерского центра «Алтынарба». Официальное открытие состоится 1 августа, а пока руководители центра организовали пресс-тур. Масштабная реконструкция рынка «Алтынарба» позади. На месте неприглядных и бесформенных контейнеров воздвигнуто новое величественное здание, которое распахнет свои двери 1 августа. Глядя на новостройку, можно с уверенностью сказать, что традиционный рынок возродился в новом формате. Современный торговый дом отвечает абсолютно всем пожеланиям самых требовательных покупателей. Весь первый этаж оборудован в стиле фермерского рынка. Деревянные стеллажи, навесы и морозильные камеры завораживают взгляд своей композицией. Каждая деталь продумана специально для удобства как продавцов, так и покупателей. К тому же для дачников «Алтынарба» приготовила отдельный сюрприз. Все места для дачников мы предоставляем бесплатно. Кроме того, те, кто не хотят заниматься продажами, могут просто сбыть товар и получить свою прибыль. Мясная и молочная продукция будет красоваться не на открытых стеллажах, а в стеклянных холодильных камерах. Плюс для потребителя в том, что мясо не будет заморожено. Ведь второй этаж торгового дома уже почти занят. Расположение будьков обещает максимальный комфорт. Старались использовать максимально современные технологии. Здесь у нас работает адиабатическая система вентиляции. Здесь у нас все энергосберегающие освещения. У нас все разработано. Полы у нас очень комфортные. Именно для фермерских форматов старались подбирать наливные полимерные полы, которые комфортны для посетителей, удобны в эксплуатации и соответствуют всем требованиям. Общая площадь нового здания – 20 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся 430 торговых мест. Помещение пока заполнено на 60%, фермерский базар – на 90%. Имеются склады. Арендаторы бутиков довольны и ценой, и расположением рынка. У торгового центра Алтынарба очень преимущество в том, что он находится в самом оживленном районе нашего города. Это рынки, торговые центры и, соответственно, выбор наш пал на Алтынарбу для перспективы нашего бизнеса. Елена Новикова – бизнесвумен. Она занимается продажей натуральной косметики. Со слов предпринимательницы, покупатели сейчас ориентированы именно на рынки. В связи с экономическим кризисом мало кто может себе позволить покупки в дорогих бутиках. А в Алтынарбе карагандинцев ждут самые приемлемые цены. А все из-за того, что аренная плата вполне разумная. Здесь будет большое скопление народу, я так думаю, потому что люди придут делать покупки, допустим, покупать свежую продукцию, тоже молоко, сырные изделия, колбасные. И, соответственно, большой контингент и большая перспектива, я так думаю, этого здания. Бутиков много, здание вообще классное, большое, размеры удивили, конечно, потрясли. Я думаю, что будет развиваться отлично. Итак, торговый фермерский центр Алтынарба ждет своих старых и новых клиентов. Открытие рынка уже 1 августа. А 20 августа жители шахтерской столицы ждут самые настоящие юбилейные подарки. Алтынарби исполняется 15 лет. Аем Амри на исламбеку спан Александр Цирикидзе, 1-й карагандинский. Башкирский мед пасеки Ивановых – это вкусный и целебный продукт за разумные деньги. Каждого, кто хочет сохранить и укрепить свое здоровье, приглашают на ярмарку во Дворце культуры горняков. Янтарный, легкий, прозрачный или, напротив, густой, плотный, с перламутровым блеском. Непременно душистый и, самое главное, очень полезный. Все это мед на самый изысканный вкус. Продукт, известный своими полезными свойствами, не нуждается в особом представлении. Тем более от пасеки Ивановых, которая в очередной раз дарит возможность карагандинцам запастись им впрок. Мы рады приветствовать вас на нашей ярмарке вашкирского меда от кочевой пасеки Семи Ивановых. Здесь представлено более 20 видов сортов меда. Также вы можете поучаствовать и продегустировать наш мед, поучаствовать в нашей акции «Один плюс один». При покупке одного килограмма меда мы даем килограмм в подарок. Восточный целитель, солнечный цветок, мед и мед с корицей. На прилавке два десятка видов меда. Самый популярный – липовый. Он поможет при простуде, бронхите и ангине. Каждый сорт обладает уникальными лечебными свойствами. В ассортименте также перга с медом, мед с маточным молочком, с цветочной пыльцой, с прополисом. Продавцы-консультанты обязательно дадут рекомендации. Хотя в большинстве своем покупатели уже хорошо знакомы с товаром и никогда не пропускают подобные ярмарки. Я взяла горный мед и гречичный мед. Как часто вы покупаете? Очень часто. Вот мы с мужем живем, быстренько управимся с этим и еще приедем, возьмем свежего. Пчеловоды считают, чтобы мед пошел на пользу, нужно его попробовать и выбрать понравившийся. Дегустация поможет не заблудиться в разнообразии товара. Каждый сорт этого десерта уникален, так что даже самый привередливый покупатель не уйдет без меда. Ярмарка кочевой пасеки Ивановых проходит во Дворце культуры горняков. Андрей Тенес, Ламбекоспан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, и это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok